Верховная Рада Украины сегодня приняла постановление об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий. Это первый официальный документ украинского парламента, где обозначена дата начала якобы продолжающейся российско-украинской войны. Более того, Киев выдвигает целый ряд требований к Москве и мировому сообществу, каких узнал наш специальный корреспондент в украинской столице Дина Иванова. Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий. Депутаты Верховной Рады приняли заявление. 259 голосов за. Автор документа, вице-спикер парламента Оксана Сыроед, зачитывать текст заявления не стала. Но сообщила, что в нем вся хронология российско-украинской войны. И впервые указана точная дата ее начала. 20 февраля 2014 года. Удивительно, но государство, которое якобы войну объявило и ведет, об этом не знает. Тем временем от страны-агрессора, такой статус России украинские депутаты присвоили еще в январе, требует возмещения материального ущерба. Сумма не названа, но официальную претензию уже подготовил Кабмин. Верховная Рада призывает международное сообщество ужесточить антироссийские санкции и ускорить предоставление финансовой помощи Киеву. А еще увеличить поставки оружия. Аргумент, как обычно, эффектный. Украина встала на защиту демократической Европы и всего свободного мира. Пока депутаты борются за абстрактную демократию, простые украинцы в буквальном смысле выживают. Цены растут на продукты и коммунальные услуги. С начала года газ подорожал в 4 раза, отопление на 70%, а с 1 мая вдвое вырастет цена на воду. Зарплаты не меняются и пенсии тоже. Юлия Тимошенко, руководитель фракции «Бытькивщина», пообещала, что специально созданная рабочая группа проверит, как формируются тарифы и сделает все, чтобы они стали ниже. Мы добьемся снижения тарифов и оставим их на рыночно обоснованном уровне. Нельзя через тарифы отнимать у людей часть денег, таким образом перераспределяя их доходы на пользу, в том числе каких-то энергетических компаний или бюджетных учреждений, или бюджета непосредственно. Наша задача проверить, насколько эти тарифы являются рыночно обоснованными, неубыточными, и их размер настолько обоснован, чтобы брать у людей лишние деньги. Глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко говорит о ситуации на территории Донбасса. Больше двух месяцев прошло с момента подписания минских соглашений, но Рада так и не приняла ни одного закона, чтобы стабилизировать ситуацию на Юго-Востоке. Хотя соответствующие документы на рассмотрение парламента были внесены как раз представителями оппозиционного блока. Более двух месяцев прошло со времени подписания минских соглашений, но парламент так и не удосужился принять необходимые законы, чтобы воплотить эти законы в жизнь ради сохранения мира и жизни украинцев. «Оппозиционный блок разработал и требует принять пакет мирных законов, которые будут способствовать нормализации ситуации, возвращению людей в Донбасс и восстановлению там нормальной жизни. Мы требуем внести эти законы в зал, как неотложные, и тогда украинское общество увидит, кто реально хочет мира, а кто войны». Парламентская фракция «Оппозиционный блок» требует в пятницу в парламенте заслушать отчеты руководителей силовых ведомств о ходе расследования политических убийств экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины. Пока в делах нет даже подозреваемых. Многие ждали, что новые подробности Арсен Аваков сообщит на селекторном совещании в МВД под председательством премьер-министра Арсения Яценюка. Но в очередной раз прозвучали дежурные фразы. «Я не хотел бы говорить о подробностях, но как только мы сочтем это необходимым и возможным, мы дадим эту информацию публично. И я думаю, что это будет абсолютно неупреженное квалифицированное расследование, которое будет предъявлено на обществе». «Я прошу вас довести все эти расследования до суда». Официальное расследование продвигается медленно, но украинские журналисты проводят свое. Новые детали, ссылаясь на свои источники, сообщает одно из местных изданий. «Темно-синий форт, из которого стреляли в Олеся Бузину, зарегистрирован в Италии, а на Украине на учет не поставлен. В порядке исключения нерастаможенные автомобили разрешено ввозить в страну, если они направляются в зону так называемой антитеррористической операции. Не исключено, что следы убить ведут именно туда». Дина Иванова, Александр Боткин, Александр Чуканов. Вести. Киев. Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова